Девушки отдыхают 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 Ну, красота! На станке. Пожалуйста. Попеечка. Если долго жить на такой вилле, конечно, нужен однозначно садовник, но он здесь есть, да? Который стрижет газон, который чистит бассейн. Я, как никто другой, знаю, насколько сложно найти качественное жилье, качественную квартиру, когда вы отдыхаете. И очень важно заселиться, и чтобы не было никаких подводных камней. Очень не хочется тратить время своего отдыха на поиски жилья, либо приезжать, ошибаться и дальше мониторить и что-либо бронировать. Я рекомендую пользоваться проверенным сервисом, которым мы постоянно пользуемся, и называется он очень просто. Суточно.ру Очень хороший интерфейс, прекрасная фильтрация, огромное количество выбор квартир и любой недвижимости на ваш вкус и цвет и кошелек. Можно посмотреть понравившуюся квартиру на карте, а можно просто списком посмотреть рейтинги и живые отзывы, что очень важно. Суточно.ру работает по всей России, и за каждое ваше бронирование вы будете возвращать себе бонусом 30% от суммы вашего бронирования, которое в дальнейшем вы сможете потратить на новые бронирования. Мне кажется, это очень выгодно. Ссылочку на Суточно.ру я оставлю там в описании. Переходите, выбирайте себе жилье для своего путешествия и наслаждайтесь. Ну и не забывайте, что Суточно.ру работает не только на территории России, а по всему миру. Ссылка там. Так, первый запуск посудомойки. Хочу вам показать здесь такие прикольные таблетки. Обычно они просто квадратные. А здесь разбитые на 3 шикс. Засовываем и запускаем. Да, посудомойки мечтают все. Вот в Турции, например, в турецких квартирах вообще всегда есть посудомойки. Так, эко. Еще нужно разобраться со всеми этими режимами. Мы начинаем разбирать вещи. Сейчас покажу, как там дети тщательно начинают разбирать. Вот Мирошки. Видите, сидит он тоже. Начинает потихонечку. Пойдемте, я вам покажу. Опа. Пошли, пошли, сынок, пошли. У тебя там комната вместе с мамой. Вот он ползет. Так, видите? Детки, вот Тёмочка так аккуратненько складывает. Так, держи. Опа. Пойдем. Вот пока мы, ребята, раскладываемся, хочу вам показать одну особенность. Везде заборы, заборы, заборы. А здесь, посмотрите, как прикольно продумано. Здесь не забор. Здесь туи и камни за решеткой. И вот сюда вот, если повернетесь, да, тоже можно увидеть, что здесь сделан такой короб из таких, как это, сетка, сетка как-то называется, да, в ней камни белого цвета. А здесь стоят клумбы с алоем. Мне кажется, очень прикольная история. Ах, любимые тахталы. Ладно, завтра будем купаться здесь, вот в бассейне. И вы видите, выключили, он сейчас не включен, здесь должна вода циркулироваться. Вот, потом будем купаться. Перед тем, как пойти помыться, я знаете, кое-что заметил. Смотрите, здесь в каждой ванной комнате есть полотенцесушитель. Это важная тема, особенно зимой. Летом, так как была, на солнце светит, зимой эта история нужна. О, командир ходит. Пока мальчишки чилят, я приступил к готовке обеда нашего любимого Сува. Просто курица, картошка, морковка и лучок. Я пока сижу много работаю, Артем, произошло событие. Какое? Я прочитал всю книгу Волшебника Замурного Города. Уже дошел до 200, ровно 200 страниц здесь все. Дальше вот это вот, кто произвел, когда произвели, как произвели. Ну, короче, дальше вот это. Как тебе книга? Очень клевая, вот прям понравилась. Это за сколько времени ты ее прочитал? За месяц, наверное. Какую следующую будешь читать? Лучше бы Гравити Флосс какую-нибудь, историю Гравити Флосса. Да? Да, такую хочу. А где мы возьмем такую книжку на русском языке? Не знаю, может кто-то ее отправит нам? Попроси у зрителей. Может быть кто-то полетит сюда? Ребята, кто сейчас сюда летит, то отправьте мне сюда книжку, иначе мне книжек не хватает. Вот так вот. Артем будет очень благодарен, да? Да. Какую ты хочешь? Гравити Флосс? Гравити Флосс. Какую-нибудь книгу, которая состоит примерно из 200-300 страниц, да? Это с июль тебе нужна книга прочитать, да? Пап! А? Нет. Книгу хотя бы 200-300 страниц. Ну я так и сказал. А, ну да. Хочу вот такую вот книгу. У нас с мальчишками летний челлендж. У Артема такая тема один раз в месяц. За месяц он должен прочитать одну книгу, то есть три книги за лето. Одну он уже прочитал. Родик тоже читает, но помимо книг каждый день они что делают? Учим стихотворения. Вот так вот. Хотя по субботам и воскресеньям можно быть выходные? Да класс, так есть выходные. Да. Аааааааа! пока мы тренировались чтобы сделать этот пролет который прямо сейчас видели я крашен дрон я тренировался несколько раз залетал вылетал очень плавно залетал вылетал в итоге когда он начал залетать нужно было отключить датчики чтобы он залетал сюда вот помещение в итоге он врезался вот сюда вот и рухнул по итогу поломала три пропеллера вот эти но еще не так сильно один пропеллер вот он откололся но вроде с этими пропеллерами летает посмотрим как будет когда будет ветер такие эксклюзивные кадры конечно требуют каких-то жертв а 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 Субтитры подогнал «Симон» Мы сходили в магазин, купили любимые пельмени Теперь готовим ужин И вы знаете, что хочу сказать Цены в Турции продолжают расти И дрожжи кто-то подсыпает Нет Тут есть такая достаточно нормальная колбаса Не прямо вау, но хотя бы есть можно Так вот, она раньше стоила 8 лир Сейчас 15 Пельмени вот эти вот стоили 49 Сейчас уже 65 Прикиньте, и так почти со каждой вообще продукцией Все растет, растет Экмек был 5 лир, теперь 6 лир Короче, вот так вот Турция стала прям вообще Мне кажется, сейчас в Майами дешевле сгонять Сейчас, наверное, это Дубай догонит Какие дела? Там сегодня придут ребятки Поэтому я сходил в магазин Мы купили куча всего Да, Мирошка? Даже купили Вот такой вот, смотрите Вкусный тортик Настенка хочет приготовить еще Оливье Еще и купил уголь Такой вот Будем сегодня на мангале готовить И палки для рожика Что, Мирошка? Это огурчики Да, мама сейчас даст У нас есть здесь мангальчик Сейчас покажу вам Что очень-очень важно Я, по-моему, показывал Но, как говорится, в деле Мы его сейчас будем проверять Вот так вот, видите Какая красота у нас Сейчас пока под низ поставим Все, пусть стоит Ждет вечерочка Как прекрасно, да? Сегодня с вами приготовим пицца Называется мини-пицца И мы с пиццем их приготовим Для наших друзей Давайте начинать И помидоры Погнали Нам понадобится для этого Колбаса Оливки Помидоры Кетчуп Сыр И хлеб Очень просто Все очень просто Дальше мы раскрываем хлеб Ребят, дальше мы берем Разные овощи Ну, можно из разных Но мы готовим Из таких предметов И берем все, нарезаем Вот таким вот образом Все мелкими-мелкими деталями Только вот сосиску Очень сложно нарезать Ой Чинг Дальше Все в мелкие-мелкие кусочки Мы режем вот так колбасу Скручиваем ее в комочек И режем Вот Чтоб получилось вот так Мы режем ее Вот так вот мелко-мелко Чтоб она получалась змейкой И она не должна расходиться на разные куски Чтоб потом Плочки убирай главное Вот Потом ты все это в кучу делаешь И делаешь Вот Так Вот И дальше можно уже как-то Ну, как попало ее уже накрошить Чтоб она была мелкая-мелкая А можно было вот так сделать Если выходить нарезать сосиску Можно сделать чуть-чуть по-другому Можно просто взять огромную сосиску И таким же образом Только режем не одну сосиску А сразу много Сейчас мы берем сыр И режем почти так же, как сосиску Ну, чуть по-другому Мы отрезаем вот такой вот кусочек Вот Мы берем вот этот И дальше мы его На вот такие вот мелкие детальки Папа, смотри, как у меня получается Мы закидываем вот так вот сыр Вместе с колбасой Смотрите, как у меня получилось Ребята, смотрите Вот таким образом нужно это все перемешать Это я сам перемешала Дальше мы нарезаем оливки Мы режем таким образом С этой стороны Если все мы сниряем Что значит, что там косточка И вот так вот его потихоньку Потихоньку прорезаем Мне кажется Или просто Или просто одеснет косточки руками И все Ну, короче, как-то так И дальше ты их вот так вот откладываешь Сейчас, смотрите Мы еще нарезаем оливки Мелко-мелко Так же, как в сыр И ложим их в тарелку Это маслины, а не оливки Без разницы, короче, как это назвать Мы ложим вот этот кусок хлеба Или томатную пасху Не надо много так Ты должен сделать что-то Вот, хватит Вот, вот так Типа дракона, он все смотришь Теперь я А дать мне кто-нибудь худок На, Родик Берете вот так вот И размазываете Да, теперь ложку И размазываем по всему хлебу Что-то я малый кетчуп и сделаю Хватит, хватит, Родик Хватит, Родик Надо не какашка не пить У тебя же будет в одном Какашка Дальше мы это все замешиваем Мы ложим Только, чтобы еще оливок было И дальше ложим все это в духовку А Настенка готовит оливьешку С курочкой Рябой Рябой Крешку и оливьешку Как наше детство Как Новый год Как Новый год На горячее Тюре Курица Сегодня, между прочим, турецкий Новый год По турецкому календарю сегодня Новый год Вот так вот А Дима, Соня, Дед Мороз и Снегурочка Да А Руська и Зайти Ага Смотрите-ка, смотрите-ка, какая красота Вы кто это смотрит выпуск, пожалуйста Кто такой голодный Не смотрите это, пожалуйста Наверное, у вас линги чуть-чуть И мы пробуем, тестируем Ммм Это очень вкусно Ммм Я же еще вот что вам хотел показать О чем говорил в предыдущем видеоролике Что у нас Прям с балкона Виден рынок Насколько удобно Расположена вилла До моря здесь Понятно идти тоже Достаточно близко Кто любит ходить Вообще понравится А рынок Посмотрите Реально можно делать Покупки прям с балкона То есть вот у нас Выходишь прям Из двора И попадаешь сразу же На рынок Это, между прочим Огромнейший плюс Этой локации Этой виллы Так близко к рынку То есть прям на рынке Мы не жили Рынок здесь проходит По средам Один раз в неделю Мы, кстати, сходили на рынок Здесь На вилле Вот такая есть тележка С классными колесиками Которые вообще не шумят Они такие Резиновые-резиновые Набрали полную телегу На несколько дней Прекрасные Так, по-моему, приехали Да? Да Вон машина стоит Девушки отдыхают Набрали полную Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас сегодня, видите, будет курица Дима купил, замариновал У тебя зажигалка есть? Да Где-то была Потому что у меня нету Я, вон, видишь, эти купил специальную Для розжики Ааа, ну да Ну все Так, пошел за зажигалкой Здесь на вилле Мангалом даже никто не пользовался Вот он новенький стоит Поэтому Юра, извини, но мы обновим Твой мангальчик Дима Дима решил нагрешить Лучше сделаем это мы Грех на себя возьмем Да Так что все, запускаем Здесь такой прикольный отсек Для розжига Для начала А потом сверху уже накидаем уголек А я, кстати, лайфхак посмотрел Ты знаешь, как делается? Ставится просто вот так пачка Поджигается И оно уже горит в этой пачке Видел? Да Для больших компаний Мы сейчас так и поставим Вот сейчас вот здесь разведем Все Сейчас будем еще проверять лайфхак Как это все в деле работает Я видел просто, что открыто Ты думаешь, что туда кто-то баллончик подложил? Я не знаю Там перчатки одноразовые Точно там есть Внутри? Да Капец И же всегда ложат Здесь, в Турции Ну придется нам жарить мясо с перчатками Ну да Так-то удобно, да? Вот это углубление внизу Да, очень Идеально Я просто ни разу не видел Такой темы К Мирошке друг приехал Вот Теперь у них Да, Русик? На солнце настолько жарко, что мы переместились И когда переместились Поняли, что это лучшее место для мангала Смотрите Здесь стоит блок от кондиционера Он работает И соответственно все раздувает И нам даже не нужно ничего делать Представляете, как здорово? И как оно? Вообще не принципиально О, нифига Тут, слушай, тушки-то какие А эту-то нельзя у нас убрать, да? Вот эту штуку Что они? Сейчас Ох ты, жар-то какой Да, это О, нафиг Красотища Мясо-то ты что, собрался всю деревню накормить? Да, с таким видом на Тахталы Мы еще мясо не жарили Ну, всю деревню, не всю деревню У тебя ротов тоже много Они же вегетарианцы Серьезно? Вообще мясо-то Ты зачем его купил? Ты что, забыл? Пай-пай Так хорошо, не пригорает, да? Ну да, новое Обычно я, когда переворачиваю, у меня угольки такие уже черные А, видишь, здесь нет? Да Пускай здоровенный А скажи, почему ты перестал с камерой прыгать в воду? Прыгаю Нет, ты говоришь, я не буду прыгать с камерой в воду Когда говорил? В выпуске ты говорил А, ну это значит, надо было куда-то потом идти снимать А что? А микрофон уже забивается с соленой водой Понятно Да, и с собой просто не было тогда, видимо, пресной воды, чтобы промыть ее Мирошка, любишь мяско? Прыг Папка твой жарит, да? Вообще, сегодня у нас в гостях Дима И он профессиональный шашлычник Потому что Вот смотрите, что я делаю Смотрите, что я делаю Он курицу будет допекать в духовке Вот так вот Так и живем Это вот все, понимаете? Что? Скажи В духовке не потому, что я жарить не умею А потому, что у нас закончились угли Слава купил слишком мало углей Они закончились и как бы А еще и жидкий мангал Который, знаете, если толстый металл Он держит и он очень хорошо запекает Здесь такой тоненький И поэтому, да Второй раз в моей жизни, когда мы отправляемся в духовку И начинаем допекать уже в духовке Но хорошо хоть есть духовка А можешь тебе? Слава, помоги, Владимир, стерни ботинки и хумили А ну горячий, отходи скорее Сейчас на диван белый уроню Не, правда Открывай А ты как-то не разогрела духовку? А как она разогрела? А где она? Мать ты Что бы мы делали без духовки? Не знаю, наверное, бы еще час сходили голодными, да? Да Вот так вот Но мангал дал все равно свой эффект Она зажарилась Арматная Да Можно было бы купить просто жидкий дым Знаешь такую тему? Нет В духовку пшикса Все искусственное Я это не люблю Я тоже, кстати Да, правильно А курица была натуральная Поэтому за духовку, да? Да, за духовку Посмотрите, какое у нас сегодня застолье И даже мангал, который не прожарил нашу курочку Он не испортил нашу сегодняшнюю вечеринку Молодой человек Если вы посмотрите Здесь уже занято Вот тебе даю Иди туда, садись, сынок Вот так вот дружно собрались Прям Новый год Настенка он оливьешку сделала Смотрите Вот так вот Детки приготовили пиццу Дима курочку пожарил Прожарил курочку Она обалденная А славян Бух лица купил Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ну это все ради Сони У нас в дело пошел арбуз Это девочка Дима специально выбирал исключительно девочку Мы когда жили в Краснодаре Научили выбирать арбузы вот так Если вот здесь вот Как это? Дырочка Дырочка Нормально говорит Большая это девочка А это очень большая Да И арбуз будет сладкий Вот смотрите Корка тонкая На вид красный Попробуй Пахнет очень вкусно А еще У нас же есть тестер Нитратомер И чем ближе к корке Тем у всех Арбузов больше нитратов Близко к корке Старайтесь вообще не есть Желательно даже Два сантиметра От корки срезать Да он столько не вставит Можешь уже закатить Ну что же как говорится С новосельем А alphabet Смотрите Смотрите А ребятки Если вы Хотите пожить На этой вилле То Вконтакте Дима Я оставил там В описании Вообще в целом Если нужна недвижимость, то всегда пишите Диме. Не забывайте говорить, что вы от нас, потому что от нас наши зрители получают самые крутые условия, которых нет ни у кого. Так что пишите. Ну, а мы все. Будем здесь жить. Немножко. Пока. Да, совсем чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok